13. Я самое зловещее число. 666. Нет, я. 2020. Здрасте. 2021. Пожалуйста, ну не будь хотя бы хуже. Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Эмира, и я расскажу вам про последние ограничения, связанные с коронавирусом в Беларуси. На 15 декабря в Беларуси были зарегистрированы 164 059 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1282 пациента. В Беларуси карантина не вводили при первой волне коронавируса. Тогда глава государства высказался против таких мер. Но белорусские власти фактически признали наличие второй волны. Однако это не послужило основанием для введения карантина на всей территории страны. Тем не менее, к 30 ноября по всей Беларуси был введен масочный режим. Так в Бресте после 23 не работают объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы, кальянные, боулинг, бильярдные, компьютерные клубы, развлекательные и игорные заведения. В городе на месяц отменили проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях. В торгово-развлекательных центрах, магазинах нельзя организовывать групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другие активности. Витебский горосполком утвердил план дополнительных мероприятий по профилактике. Напомним, Витебская область сильно пострадала и в первую волну. Врачи не справляются с нагрузкой, поэтому для оптимизации работы поликлиник и снижения нагрузок на врачей Министерство здравоохранения 10 ноября временно разрешило фельдшерам и помощникам врача выдавать больничные. При этом давление на врачей со стороны государства продолжается. На совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусной инфекции 5 ноября Александр Лукашенко заявил, что частные лаборатории будто бы пытаются нажиться на тестировании на коронавирус и распорядился ограничить платное тестирование на коронавирус. А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе. Помимо этого Лукашенко отметил, что если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству, то на государственных условиях. Как итог, постановлением Министерства здравоохранения от 17 ноября 2020 года были установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом. Из последних новостей, еще весной ИПАМ разработала для белорусских медиков автоматизированную систему сбора данных, которая могла бы упростить им борьбу с COVID-19. Однако Минздрав так и не внедрил ее. В первую очередь в Министерстве здравоохранения ссылались на занятость врачей для внедрения системы. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Продолжение следует...